Дальше поехали. Вот это, кстати, может быть, по качеству лучше, чем у меня, которая досталась. Вроде лицензионная. Фильм называется «Ловец нос». Играет, по-моему, Морган Фриман, Томас Джейнсон, Джейсон Ли, Томас Сайзмор, Донни Уолберг. Ну, это такой интересный, такой необычный фильмец, даже жанр, не могу сказать, боевик это или... Там даже не драма. Ну, похоже на какой-то ужастик. Ну, я смотрю, там написано «Ловец сновидений», а я помню фильм только «Ловец снов». Там необычный фильм такой. Часа два, наверное, он идёт. В конце выясняется, что там два инопланетянина каких-то между собой бились. Да-да-да, это он есть, он есть. Просто мы могли опечатку сделать. Там ещё у них в желудках находили каких-то чуваков непонятных. Вот. Так, поехали дальше. Вот. Это у нас Джон Траволт, Сэмюэль Джексон, Форт Клейтон. Не видел тоже. Ну, я честно говорю, я тоже много чего не видел. У меня что-то приносил у родственника, я-то вообще не знаю, как бы. И сказать-то мне тяжело. Вот так. Видно. Так, теперь дальше. Ну-ка, это обыкновенная сипишка, я уж таки показываю, что... Так, ну вот, также смертельное оружие. Это также на книжках, всё, третья часть. Видно, вот там третья часть, и я тут. У меня почти все части. Ну, это я тебе понимаю, что ты видел всяко... Это, да, видел, угнать за 60 секунд. Да. Кстати, хочу сказать, я сейчас покажу вот эту. Так, это что? Так, ну это мне, кстати, скажу, такая более поинтереснее. Сейчас я покажу, что ты кассеты, между прочим. Так, сипишка. Но вот это, кстати, более-менее у меня хорошо упакована. Вот это. Особое мнение? Да. Ну, и это мы, конечно, все знаем. И это, как бы, не знать, но нельзя. ДМБ, да. А кормить-то будут, говорит, а будут. А если раз, вторая часть, он говорит, ну, коммуны есть, говорит. А вы что, говорит? А это наш, как местный дядь, говорит. Вот, давай, объясните. Вот, автомат? Не, мацыг. Давайте, сначала, говорит, езгет мацыга, да? И начинает, а там просто, я вспоминаю, еще молодой, статусник, так, вот, кассет, это сипишка обыкновенная, есть, Черный Пес, 88-й год, не помню, что за боевик, и дворы удар, ван-дам, где-нибудь там, добраться, обыкновенная, сипишка вот такая. Ну, это уже не попытались, то играть, а там отростника, а тюрьмнатор, конечно, у них здесь, но, это, вот, хороший такой, боевичок, не знаю, там, драма, не драма, это, варьер законе, играла, покой, танна, самок, и на валентинга, вот, а, борис, шербаков, варьер, слицетисты, я знаю, кто же там, не спортили, качество такое, конечно, скажу, немножко скверноватое, потому что, все-таки кассеты, лет не мало, сейчас нужно кассеты выплюнуть, вот, дальше, поехали, в боевике Джона Блу, Дольф Лунгред, также, Титаник Видео Рекордс, раскладная кассета, 100% Drive Action, ну, такого качества не могу сказать, это, Black Jack, ну-ка, ну-ка, повыше, верхнюю часть кассеты, вот так, да? Да, верхнюю, середину и низ, просто я грустный, я в этом деле, маньяк, для меня, низ, низ еще, вот, Black Jack, я такой фильм тоже не видел, ну, все может быть, у нас же, что-то много фильмов, которых я почему-то, вообще, первый раз слышу, и никогда не видел, надо будет пересматривать все, в те годы, в те годы, мы же многого могли не видеть, да, кстати, скажу так, да, я просто удивляюсь, как-то они прошли мимо меня, эти фильмы, ну, все может, значит, сразу, я все, что показываю, человек просит, я же покажу, 98-99, кассета вот такая, необычная, для меня тоже открытие, вот такая, то есть, этот корпус, который открывает кассету, она прозрачная, да, я вижу, Professional, еще Hi-Fi написано, прозрачная, это первый раз, такую вижу кассету, я сам вообще никогда не видел, но, сейчас покажу, пленочку, пленочку покажу, я еще не для хвостовства, потому что я, сам понимаю, как человек, который тоже фото будет, я говорю, будешь доставить, в Сибирь, приезжай, буду рад видеть, покажу, много кассет, тонко, хорошего качества, она же была Фромска, поэтому, аккуратненько такая у меня, вот, это она вот как раз, а, и что самое интересное, чтобы нам не париться, у меня здесь, как бы, остается видео, много золотой коллекции, и тут, покажены фильмы, какие бывали, на них, поэтому, ну, надо просто вытаскивать ее, и, и Био Волк, и Большой Любовский, знаешь, очень хил, куда-то, долгие поцелуи, на ночь, воришки, кто я, ну, кто я у меня есть, Бин, Елизавета Икар, тут много таких, у меня, кстати, есть в коллекции, у меня тот самый фильм, где играли там Круз, но тут, как обычно, смертельное оружие 4, надо, ну, обыкновенная Сипиха, скорее всего, или Синдюник, сейчас, это послужил, я еще просто, я говорю, да, 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 типички разные были, так сказать, на следующей спусте, вот я, сейчас, так, ну, сразу покажу, здесь, что у нас, а, Денис Мучитель, комедия, под прицелом Дурф Лунгрен, 96-й год. Вот такая кассетка Panasonic. Сейчас покажу, потому что это реальный Panasonic. Причем вот такая. Смотри на камере, чтобы было видно. Видно, да? Да, видно. Да, это Panasonic. Причем такая аккуратная. Ну, пленочка такая неубитая, неюзанная, показывает я потом. Вот вторая Panasonic. Как бы вторая Panasonic, но это тут у нас безумный Макс. Боевик. Ага. Тоже Panasonic. Ну да, только здесь другой Panasonic уже. Вот я не знаю. Но она писанная. Ага. Как бы для меня нет парки. Если кассета показывает хорошо, и головочку не дергает, да, на срать, я могу его ищет их. У меня же много. Так, здесь еще одна типишка. Это этот у меня. Не знаю, кто здесь честно. А нет, здесь не типишка. Здесь вот такая. Вот я покажу. Ну-ка, ну-ка. Excel, видеокассета. Не знаю, что за Excel-ки. Ну, сейчас я посмотрю, кстати. Можно сейчас сам тоже взять. Разно. Так. Microsoft, может, выпускал Excel. А? Да Excel-программа. Word, Excel. Да-да-да-да. Так, дальше поехали. Безумная шестерка. Вот такой фильмец. IC, Роб Лоу, Том Мэтьюс, Марио Ивана Биплс, Ивана Меликевича, Берт Рейнерс. А верхнюю часть кассеты? А? Верхнюю часть, да. Вот так? Ага, да, безумная шестерка. А низ? Угу. Сейчас вот так сделаю, чтобы у меня руки были. Crazy Sky. Ну, я его смотрел. Честно, сейчас я еще раз покажу. Наверное, как-то... Вот, вот так. Так, ну, кассета обыкновенная, сихих. Сейчас покажу, аккуратненько. Начну сверху, вот так. Это он устроен, как-то. Вот это вверх. Угу. А здесь у меня что? Отходная молитва, Микки Рурук. Где они? Ихмал, солдатики. Ага, это вот первый фильм я не видел. Ну, а солдатики ты видел, да? Да, видел. Ну, здесь обыкновенная сихиха, ну, такая необычная. По технологии баса. У меня, ну... Сейчас, если я ее... Я. Потому что бывают коробки просто не это... О, шприликло. Бывают что коробки, не что под ухо. Почему? Потому что... У меня такое было. О, она же приплел. Сейчас ее... А вот вытащил. А нет. Здесь по технологии, да, это необычная фишка. Это по технологии баса, вот такая. Сжи. Ну, у нас они копировали. Так же, как наша славящая система. Поэтому здесь я ничего не знаю, как бы сказать ему. Ну, смотрю, ничего. Ну, смотрите, мне не очень этот солдатик, я их не любитель. Это вещая коллекция. Это только одна, как говорится, часть этих коллекций. Ну, я понял. Хорошая коллекция. Так у меня тут, знаешь, сколько? У меня в Иване только. Здесь, на втором этаже, там пакет, по-моему, если не ошибаюсь. Я говорю, с матерью в гараж сколько штук их считал. И у меня еще дома там остались, на моем. У меня там, а сколько штук, я хрен знает. Аудиокассеты не считал, коробками. Пластинки, диски CD. Ну, я улегся, как бы не дам, заносить их литвии и пересложу. У меня, я не считал только катушек, у меня на штук 200-300, если не больше. Не считал. У меня тут полная кровать забита. Там коробка такая. И вон полный кассет. Это только одна часть. Потом у меня в столе, ну, типа тут, под телевизор. Там вся полностью завалена. Плюс вот здесь все, что показал. Плюс еще на втором этаже, в диване. Я еще покажу потом. Вот пока занимаюсь, я радуюсь. Да, классно вообще. Я скажу так. Зря я так плохо ушла. Потому что сейчас молодежь деградирует, и все в телефонах, это проще всего. А ты попробуй, как я. У нас был случай, мы что-то ковырялись от линолеума, пытались уже запаять. И у меня, как назло, у родственников происходил самогетафончик, какой не помню, заживал. Ну, короче. Вытаскивали, вытащили. Все нормально. Но старались аккуратно, не портить. Потому что клеить ее. Должны быть специальные столики. Были для аудио, были для катушечных. Для видео, не знаю. Потому что это отдельная кастра вообще. Видеоэлектронщики. Они были отдельная кастра. Потому что это не как взять электронщика обыкновенный, который там катушки делали, такие. Косетники. Не-не-не, нифига, ребят. Ну, спасибо, Александр, за такую интересную экскурсию. Я хочу сказать, что эпоха была хорошая. Мы с этими жвачками, я ничего не могу сказать, когда она кончилась, она не живет. Павокал вареньем, там, у мать, я нашел. Там все-таки где-то там находился, смотря в какой эскизе. И все, пожалуйста. Ну, как-то было все хорошо. Я говорю, да и плохо была. Хорошая она молчила. Она нас делала людьми. Что мы хоть не облудились. Потому что я тоже сейчас. Это все убивает. Я хочу сказать, что когда я стал этим заниматься, я не пожалел. Я не знаю, кстати, если будет интересно, посмотрели наш город, как он выглядит. У нас, кстати, раньше был магазин хорошая, орбита. Это, короче, платья с аудиофилом. Куда приходишь, и наружка. А чем здесь поинтереснее? В смысле? Мне Сатурн не нужен. А-а-а, шарфик нужен. Ага, говорит. А чем такое это? Тоши, шарфик, я за счет делаю, даже в 80-е годы. Или Айвочки, ну, кричит или эти. Я говорю, катушечник, тик, сколько? Ну, тысяч. Ну, ладно тебе, скидки. Четыре с половиной, давайте. А, если наши Олимпы стоили где-то полтора, ну, полтора рубля, где-то полтора тысячи, то тик они стоили. Потому что я знаю, что Засоцкий в свое время еще был живой, продал свой тик катушечник кому-то. И жил очень долго на эти бабки, потому что денег не было у него. Был такой у них, что он продал. Но тик, извините меня. Тики, это очень такие аппараты серьезные, с ними протягивают. Видео кассет, раньше были такие периоды, писали тоже музыку. Брали видеозахваты, как-то делали с видеокассетой на аудио. Ну, или на катушку. Ну, конечно, честно скажу, если бы не наша вот эта зыряная оборонка, которая требовала, что мы на оборонку работаем, тогда я бы, фактично, как человек советский, не появился бы, можно было бы и наши аппараты брать, которые были бы не позже японцев. Но, увы, у нас оборонка. И сказали, извините, ребята, мы на оборонку работаем. Но у нас поэтому не прикрывались. Просто наш завод, радиоэлектроники, радиотехнический завод, который изготавливал детали много-много на оборонку, делал телевизоры, это было некое прикрытие, что аудио, какая-то там типа радио, это было прикрытие, потому что никто не собирался, ну, скрывали же. Например, как завод «Бирюша», то есть прикрытие тоже «Красмаш» на оборонку ничего даже делали для, в 45-м, для войны. Поэтому хочу сказать, что, ребят, как мне сказал мой знакомый, хороший мой друг, если тебе попадается хорошая аппаратура, и у них стоит конденсат, ну, кондюры там, в реальном состоянии, да еще полеветит, если мы были, если это катушечник или кассетник, это просто шикарно, полеветит от них звучит. Кондюров, ну, естественно, будет качество, звук и всего. Вот, если брать видео, тут, да, тут уже отдельный хастер, ну, будем еще как-нибудь связываться, общаться, и это, и коллекцию, в основном, покажу. Ну, конечно, селих ногу. Будут пополнения у меня, я планирую, все-таки и телевизор, и пока честно, ну, и по видокам тоже. Так что вот так. Ну, заодно покажу тестер каких-то флееров и магитов-хонов в будущем, но попозже маленько.